Текущие дни войдут в историю как меняющий мировой порядок. Итак, численность сил специального реагирования НАТО будет увеличена с 40 до 300 тысяч. При этом оснащаются данные силы в основном тяжелым вооружением. И дополнительная деталь – практически все мощности будут направлены на защиту стран Восточной Европы. По сути, мы видим реальную эскалационную политику НАТО. Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию Альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Китай бросает вызов нашим интересам безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах – коммунике саммита НАТО. Позиции по Россию и Китаю могут показаться похожими, но они не являются таковыми. Главная угроза безопасности – Россия. До этого на этом постаменте должен был находиться Пекин. Далее следует терроризм и только потом Китай в качестве вызова Западу, но не угрозы. Перевожу с дипломатического на понятный. Китай бросает вызов западному сообществу и вызывает его на дуэль, а значит, противостоять ему мы будем честно по правилам дуэли, технологиями и экономикой. Россия – главная угроза мировой безопасности, безапелляционный враг, а не соперник. А значит, он должен быть повержен, уничтожен в любой возможной форме. Россия – это цивилизационное, общемировое зло. Китай таковым не является, в соответствии с позицией НАТО. В принципе, Пекин в контексте созыва НАТО высказался в пользу сохранения региональной безопасности вокруг Китая, из-за чего порекомендовал не расширять НАТО таким образом, чтобы оно оказалось в подбрюшье Пекина. НАТО на данную реплику открыто не ответило, не сказала ни да, ни нет. Однако снижение конфронтационной линии с Пекином вызвало в КПК положительные чувства. Пекин выдохнул. К тому же мы видим акт расширения НАТО на восток, к непосредственным границам России. Так, после принятия Финляндии, северная соседка окажется самой широкой границей западного альянса с РФ. При этом Финляндия будет покрывать стратегически важный для России водный регион, который теперь можно без проблем демилитаризировать. Все равно ничего не взлетит, а будет на запуске взорвано. Турция и лично Эрдоган получили ряд значительных уступок со стороны Финляндии и Швеции, из-за чего Эрдоган за несколько часов сменил свою позицию. От «мы не можем договориться» до «основные вопросы урегулированы». Турция получила значительно больше привилегий, однако фиксация на временном промежутке и факторе экстренности позволила достаточно быстро продавить интересующие Эрдогана концепции политической борьбы с курдами. Но это в контексте событий не имеет особого значения. Финляндия и Швеция в двух шагах от вступления в НАТО, и Путин, который несколько месяцев назад требовал вернуть НАТО на старые границы, совершенно спокойно сглотнул, признав полную капитуляцию перед расширением военного блока. «У нас нет проблем с Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной. Хочется им в НАТО? Пожалуйста!» Путин в Ашхабаде. Это является показательным примером того, как правильно реагировать на путинские ультиматумы. В России власть узурпирована гопниками из подворотни. Они понимают только язык грубой силы, принимая любую попытку диалога за слабость. Россия за последние два дня дважды серьезно испугалась, отпрыгнув назад. Первое. Кейс с ядерным оружием для Лукашенко. Песков вынужденно подчеркнул, что Путина неправильно поняли. Про ядерное оружие говорилось только гипотетически. Отскок был вызван стремлением НАТО установить ракеты средней дальности в Польше. Второе. Расширение НАТО. Путин максимально наглел. «Убирайтесь на границе 97-го года! Вы нам секретные документы подписывали!» Когда НАТО наплевало на грозные крики из бункера и реально приняло шаг в сторону расширения, Кремль капитулировал и признал, что ничего против расширения НАТО не имеет, лишь бы туда Украину не впускали. Сейчас было бы интересно впустить в НАТО Украину. Запах дыма из Кремля я чувствовал бы в вашингтонских ресторанах. А еще он ничего не имеет против увеличения сил реагирования в 7,5 раз. В принципе, НАТО доказало, что единственная верная модель коммуникации с Путиным – это вытирание ног, а его физиономию. На эскалацию следует отвечать эскалацией, и Кремль, играя на чистом блефе, подымает лапки вверх и жалобно скулит. К тому же НАТО обозначило трансформацию концепции «возвращение к военно-политическим истокам конфронтации и военной защиты». Иносказательно НАТО подтвердило, что вступает в период тотальной войны с главным врагом человечества – путинской Россией. С этим могу Москву только поздравить. Она очень хотела внимания, и она его сполна получит. А затем серьезно пожалеет о каждом сказанном слове, но будет слишком поздно. Столтенберг подчеркнул, мы встречаемся в разгар худшего кризиса безопасности, который мы когда-либо испытывали со времен Второй мировой войны. Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Ну и напоследок, гляньте на обиженного Путина, который оскорбился голым торсом Джонсона, на ссылке под этим видео. Ребятам еще стоит напомнить про студенческое развлечение многоходовочки «Игра. Туалетный водолаз». Итог. НАТО переходит в стадию прямой эскалации и экспансии. Угрозы Путина Вашингтон не пугают. Запад сохранил единство. Европа постепенно трансформирует желание сохранить лицо к желанию растоптать наглую морду. Мы видели жесткие реплики как от Макрона, так и от Шольца. Не забываем, что для внутреннего потребителя могут звучать и во Франции, и в Германии реплики про переговоры. Это отклики на возмущенный инфляцией бизнес. Такие местные высказывания не имеют стратегической перспективы. Главное было озвучено на международной арене. К тому же Старая Европа, наконец, начала интенсификацию военных поставок. Запад принял путинский вызов и достаточно мощно консолидировался. Взят стратегический курс на полную ликвидацию российской угрозы в обозримом будущем, что бы это ни значило. Реплика. Расширение НАТО. НАТО в случае вступления в него Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у границ Альянса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России, заявил Володин. Насколько вижу реакцию официальных лиц Кремля на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, можно смело говорить о полной интеллектуальной капитуляции всего руководства. Мало того, что опозорились, так еще и хорошую мину держать не получается. Выходит полная чушь. Что ж, раз начинаем рассматривать данную концепцию, как границ России с НАТО стало больше, то официально предлагаю окружить НАТО Россией с внутренней стороны. Тогда 100% территории России будет граничить с НАТО, что будет безусловным успехом, по мнению Володина. Руководство РФ коварный план окружения НАТО изнутри поддерживает. Макрон хотел сохранить лицо Путину. А зачем об этом вообще думать? Его даже Володин своими нелепыми высказываниями позорит. Да что, Володин, сам Путин себя за собственный чуб, даже если его нет, запихивает в сортир. Субтитры создавал DimaTorzok